Музыка Итак, последний день чемпионата России. Утром состоялся президиум Всероссийской Федерации парусного спорта. И в районе 12 часов все спортсмены пошли на воду. Более трех часов ожидания ветра. Судейская комиссия вместе с главным тренером и главным ампайром решали не отправить ли всех домой без медальных гонок. Но в районе трех половины четвертого подул неуверенный, нестабильный, но все-таки ветер в районе шести узлов. И первыми стартовали 470-ки. А последняя гонка чемпионата России была в мужественном и сильном классе финн. Здоровые мужчины пустились в плавание. Вот только что вы видели старт этой гонки. Расклад в классе финн тоже был достаточно валидольным. Потому что первое место занимал чемпион России прошлого года Егор Терпегорьев. Но буквально в нескольких очках от него юниор Аркадий Кистанов находился. И все решала медальная гонка. То есть если бы Аркадию Кистанову удалось прийти впереди Егора Терпегорьева в медальной гонке, он выигрывал чемпионат России. Кроме того, в борьбу за тройку уверенно вмешался севастопольский яхтсмен Алексей Борисов. И при определенных раскладах он мог занять в том числе и первое место. Если бы, например, Егор Терпегорьев пришел последним, а Алексей Борисов первым, то он перемещался на первое место. Кроме того, Алексей Борисов с третьего места абсолютно спокойно мог перепрыгивать на вторую позицию и получать серебро, если он опережает Аркадия Кистанова на пять лодок. Вот мы сейчас видим огибание верхнего знака. И увлеченный борьбой между собой Егор Терпегорьев и Аркадий Кистанов в конце группы гонщиков, вот мы видим Егор Терпегорьев огибается и достаточно с большим отрывом. Вот Аркадия Кистанова, который огибается предпоследним девятым. Вот как раз он сейчас это делает. Отрыв был порядка, наверное, семи корпусов от Егора Терпегорьева. Эта гонка, в принципе, так и шла практически до финала. И надо сказать, что Алексею Борисову удалось опередить Аркадия Кистанова как раз на пять лодок. И в итоге, в итоге итоговый протокол выглядит таким образом. Егор Терпегорьев чемпион России, второе место севастопольский яхтсмен Алексей Борисов, третий юниор Аркадий Кистанов. Крайне тяжело. До последнего дня была очень напряженная борьба. Стройки у нас между собой. До медальной гонки Аркадий Кистанов был в одном очке от меня. То есть главная задача была удержать его, прийти спереди него. И вторая задача была прийти крайне близко к двоечке. Это Алексей Борисов. Он был на третьем месте с отрывом в 10 очков. Но тем не менее, как бы опасно это все. А в целом, в принципе, каждый день были ветра. То есть такого, чтобы по штилюкам гонок не было. То есть все супер, хорошо. Я доволен. И доволен в войне, нежели на прошлом чемпионате. Потому что этот чемпионат был более накаленной в плане борьбы. Тот был как-то чуть попроще. Я, конечно, не хвались, но это не хвальный факт. Ну, супер. Чемпион России 2014 классифен Егор Терпи-Гориев. Вам ответ поздравляю. Спасибо. Егор, второй раз. Кемпионат окончен. Всем спасибо. Ура! Ну, у нас есть наш, больше чем друг, наш партнер, который много лет помогает федерации, помогает олимпийской сборной, помогает молодежной сборной. Это Совкомфлот. У нас есть старые новые друзья. Это Наутика и Аврау Дюрсо, которые реально помогают развивать парусный спорт в России. Конечно, нам помогают, наши хозяева, которые нас принимают здесь, всегда гостеприимно, юг-спорт. Это те люди, которые, ну, так же болеют за парус, как и мы. Поэтому огромное спасибо им всем. И дай бог, чтобы мы с помощью их начали завоевывать медали олимпийские в ближайшие олимпийские игры. Хочу сказать большое спасибо спортсменам, всем, кто боролся на последние секунды. И мы сегодня видели медальный гон, как практически фотофиниш определял победителя в семидесятках. Спасибо судьям нашим, Анна Владимировна. Я думаю, что чемпионат удался. По итогам чемпионата мы определяем сборную команду России. По поручению Виталия Чамутко хочу сказать, что такие праздники будут традиционными. И они будут лучше и краще. И с ветром справимся. Добавим ветром в следующий год. Не переживайте. С праздником, ребята. И хочу, пользуясь этой возможностью от имени, так как я и член президиума Федерации парусного спорта, наградить главным судью соревнований вот этим подарком за прекрасное судейство, за прекрасную спортивную атмосферу. С праздником! Поздравляем всех зрителей! Поздравляем всех спортсменов!